Выполнение городского бюджета, программы экономического и социального развития, помощь горожанам и депутатский фонд. На четвертой сессии Горсовета седьмого созыва был принят ряд решений, определяющих жизнь города на ближайшее время. Подробнее наши корреспонденты. Перед началом сессии активисты из демократических фракций устанавливают щит с долларами в поддержку системы Прозора. Считают, эта платформа позволяет сделать более открытыми и публичными все бюджетные закупки. Ограниченная стоимость распоряжения мэра начинается от 50 тысяч гривен. Но, как оказывается, уже до конца года предусмотрено ее снижение, поэтому плакат после голосования снимают с президиума. В ходе депутатских заявлений выясняется, что ряд избранников, в том числе активные борцы с коррупцией, декларируют нулевые доходы, а в некоторых случаях и расходы, многократно превышающие их официальную зарплату. Я хочу вернуться к всех депутатам, показать свои реальные доходы, потому что ваши выборцы по-наступному покидывают вас в лимон в бюджетную радость. Первым из плановых вопросов рассматривают отчеты о выполнении бюджета города. В течение года в экономику Запорожья поступил 21 миллион долларов иностранных инвестиций. Расчетный объем розничной торговли составил 28 миллиардов гривен. Среднемесячная зарплата при этом 4 470 гривен на 23% больше показателя позапрошлого года. На выполнение доходной части бюджета повлияли инновации в распределении налогов. В общей сложности в городскую казну поступили 4 миллиарда 379 миллионов гривен. Плановые показатели в доходах загального фонда без урахования официальных трансферий выполнены на 110,5%. По надплановому отриманному бюджету 209 миллионов гривен. У порівнянні з попередним роком відбулось збільшення зазначених доходів на 29,2% або на 499 миллионов гривен. Неиспользованные поступления в бюджет собираются использовать при корректировке главного финансового документа уже в этом году. Программа социально-экономического развития города предполагает значительное числение на коммунальное хозяйство и медицину. 57 миллионов гривен на ремонт покривель, на здійснення вибіркового капитального ремонту 189 житлових будинків на суму 87,1 миллиона гривен, на капитальный ремонт гуртожитков на суму 6,1 миллиона гривен, здійснити капитальний ремонт 23 будинків ОСББ та 24 будинків для передачи управління новоствореним ОСББ. Також в программу развития закладывают оптимизацію маршрутной сети, модернізацію аеропорта, реалізацію муніципального енергоплана і приобретення нових троллейбусів. Кроме того, на сессії принимають изменения в бюджет города і перечень об'єктов коммунальной собственности, подлежащих приватизації.